Запись все идет. И как снимаешь? Ну вот, чуть-чуть просто. Мне зал же нравится. А ты идешь, а я тебя сниму. А вы можете не идти за мной. Я хочу тебя снимать. Какими великают на фоне. Давайте я проведу вам экскурсию. Вот здесь три гвоздики. Эти гвоздики, то есть я придумала их схему, когда я делала гвоздики для венка и отправляла в Америку, в Индианаполис. Вот это георгиевские ленты. И это гвоздики с георгиевскими лентами. Это я делала к 70-летию Победы. Здесь роза Адриана в честь модели Адрианы Лимы. Здесь у нас еще представлена американская красавица или первая леди. Подарок. Адриана, до свидания. До свидания. А здесь украшения. Это венецианские бусы. В венецианском стиле вот такие нити. Около 30 золотых и голубых нитей. Там такие браслетики. Шкатулочка с браслетами. И здесь это регалии губернатора Свердловской области. Вот знак. Причем вот здесь соболь с хвостом вверх. А здесь у него, видите, еще хвост вниз. Вот это в каком-то году переделали. По-моему, в 2005-м Ирина Владимировна говорила. То есть запретили хвост вниз. Люда, осталось сидеть, ждать модели на сцене. А, вот это, кстати, еще печать. Я знаю, они у меня все лежат там. И этот наглядный знак. Она там, я их там. Да, мы выходим. Все, выходим. Привет. Все, все, спасибо всем. Вот теперь пока. Ага, до свидания. Мам, просто так стойте и держите. Здравствуйте. Светик, вы видела эти? Да, да, мне понравилось. И приписывайтесь на мой канал. Мне так нравится, когда еще солнце в окнах и так красиво смотрится. Идите сюда. Переходим к следующей витрине. Так, вот венецианская маска. И с браслетами Миннесота. Потому что меня научили такие браслеты делать в Миннесоте. Давайте дальше пойдем. Там какое-то определенное плетение другое? Да. Ну, интересно, да. Такое, с навещенной нити. Это букет Кейт Миддлтон. Вот там. Вот так он выглядел. Да, покажите, мам. Вот так он выглядел. Покажите. Вижу, вижу. Да, 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 да. Все понятно. Да, то есть вот у него в руках натуральные цветы. И здесь у меня такая составная картинка. Смотрела на этот букет и делала тот. А тут уже, которая благодарность пришла от личного секретаря Кейт Миддлтон. Так, вот этот. А здесь уже тоже такая же экспозиция. Как бы красиво этот букет. Мам, вы не забывайте, что вы же снимаете. Да, да, да. Прошу показать. А здесь уже тоже свадебный букет, но уже лично мой и бутынерка Димы. Цветы, цветы надо снимать, а не ленточку. Вот. И там наша свадебная фотография. Причем Ирина Владимировна, вот это ее была идея туда положить фотографию принца Уильяма и Кейт Миддлтон и сделать нашу. И вот буквально сегодня перед открытием за пять минут мы это все осуществили. И вот тот браслет называется Флорида, потому что тоже во Флориде научилась его делать. Это у нас с Димой такая была поездка с севера Америки на юг. Так, вот здесь жемчужница и тоже гусы венецианском стиле. А жемчужница-то у тебя по заказу? Да, зато меня попросили в ювелирный магазин сделать вот такую жемчужницу, чтобы туда можно было, допустим, вложить кольцо. Вот в ней жемчужина, допустим, кольцо. Окей. Вот, а здесь тоже вот это как ювелирная такая композиция. Для ювелирных изделий, подставочка. Да, называется жемчужина-орхидея из трекоза. А вот это вот моя гордость, можно сказать, потому что мне всегда нравятся последние изделия. И вот этот букетик я сделала буквально вот... Накануне. По-моему, 5 марта я его закончила. А вот это кольцо сегодня утром еще доделывала и тоже успели вложить. Вот. Ну и это получился такой гарнитур. Это порт-букет с кольцом и брошкой. Здесь еще фиалки. Мам, еще снимите всю, как бы, целиком композицию. Витрины. Да, вы не дергайтесь, а плавненько. Я плавненько. Мы снимаемся, потому что сейчас солнце так падает вообще красиво. Ну, кстати, полное не вмещается. Это же получается. Да. Дима, держи, пожалуйста. Можно я вот это привезу? Ну, давай. Так, я сначала вот это. Так, а вы, можно вас попросить? Отойди, чтобы... Я хочу солнечный свет поймать. Светлана, что-то молодежь, она делала эти проследования и сделала. Потом решила повторить на нашем народе. И получился. Светлана. Да, 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 Светлана. Да, да, да. Да, да, да. Про каждый день, может, какие-то истории маленькие рассказываешь, что как бы целая экскурсия будет. А это вот, например, то, что убедили вазу и все у нее, как бы, наоборот. То есть мы обычно как-то, наверное, что-то сделаем весь день или вечера, и потом начинается поиск ваза, наверное, вот. А здесь там вот этот баз притянулся, вот это мне нравится. Вот как это называется? Коралловый риф назвала, да? А это что? Восточные кафе. Восточные сладости. Да, есть что-то. Вот я бы спросила себе восточные сладости. Да. А коралловый риф? Ну, знаешь, тоже. Очень. Тоже. Ну, вот какая-то похвала, какая-то восточная, но она не стыла, ассоциация. Мне тоже понравилось. Ситуализация не украшений, а вот именно такие цветы деревьев. Ну, это иногда бывает, что она ходит, делает украшения, да? Угу. То есть, действительно, мне вот это нравится. Тень бросаете. Тень бросаете, я ловлю солнце из окна. Вам же все равно где стоять. Вот поэтому... Здесь медные проволоки. Знаете, самое главное, то, что мы живем в Верхней Пышме. Вы можете пока вообще присесть. У ГМК, где делают катанку медную, а в то же время покупаем для рукоделия проволоку из Германии, из Польши, да. И в прошлом году в сети подошел директор УГМК, Колотушкин. Ты скажи, где подошел, не просто так? На дне города, да. У нас там в Ярмарке рукоделий. Я уже девятый год подряд, ежегодно принимаю участие. Что такое тяжелое-то, из чего сделан-то? Мы говорим, так вот из проволоки из медной. Вот этот, кстати, он взял свадебный. А, свадебный букет, да. Где проволоку-то медную покупаете? Как будто вот, мы говорим, что везде, но не наши проволоки. Короче говоря, там, не знаю, ну, они, конечно, не были, они же для электроизделий. Конечно, она же должна быть той же. А они должны быть, да, должны быть на минуту-наткиландской катушке. Я ему тут же показала еще и свой проволоку, то есть вот эту. Да, да. Его заинтересовало, почему она не рыжая, а цветная. То есть покраска, они там и чистыми делают, а тут надо еще и разные цвета сделать. Вот как бы тоже, ну, в рядке, конечно, я не думаю, что не будет много. Так, наверное, это, Светлана может заказывать из Китая дешевле. А сейчас же все заказывают. Качество такое, там, есть и китайский бисер, но она делает из чешского, потому что там цена качества как бы оптимальная. Есть китайский бисер, есть чешский, а есть японский, который самый дорогой. Да, да, да. Ну, я почему называла вот этот еще коралловый риф? Видите, здесь как бы и коралловые такие вот эти, и жемчужины, и вот эти вот. Знаешь, у художника же свое видение, но противоречию у вас нет. Ни у того, ни у другого. Она со стороны посмотрела, и это, и это вообще равнецельно. Да, хорошо. Ну, сколько всяких историй. После Исланды, можно сказать, на глазах как бы цепило это творчество. Посмотрите, как мужчины держат букеты. 11 лет уже, да. В 11 лет им просто вот, да, потому что хобби перерастает по песне. У меня вообще вот такое платье есть, вот такой рыжей расцветки. То есть там как бы пионы, ну, такие некрупные, и леопард. И вот, вот эта маска, похоже очень, по расцветке. Тут вот эта идея тоже, то есть букеты разные. Там тоже свадебные детские, да, Светлана? А вот это, я поняла, это... А это вот здесь, да? Я не знаю, вот сейчас только узнала. Все, которые фотографии прошли. Это вот, ну, тоже как бы необычно. А знаете, как у нас свадьба, у нас так, в прошлом году была пятница, 18 марта, 10 лет так не есть. И уже как бы деваться некуда. Надо регистрировать. Сейчас я Димину экскурсию запишу, да? Да, да, у меня своя, дядя своя. Свой вариант. Как я делась? Мы пошли там, как обычно, по всем этим свадебным салонам, и Свети зацепилась за фото. Вот видите, фото, надените, капельки. Да, из бусин. И вот она, ассоциация капельки, фото, что похоже, кало. И все, и вот эти кало, как бы, они еще, как бы, с советских времен, как бы, там были кало и гвоздики, да? А ты у мамы спроси, мам, что в советские времена на свадьбах было? Калы, да, в советское время. Ну, раньше, да. А гвоздики? Только кало, исключительно. А гвоздики были такой редкостью, что считалось, что они уже какие-то более престижные. Вот, и как бы... Пакет у них, что ли? А, вот он. Я вам про то, как это у вас, да? Снимаю. Это не копия, а мне вот они, как бы, нет. Все как бы, вот, за этой идеей, как бы, тоже как бы, подножник, да, он зацепляется. А кало, такое сложность тут, потому что там, не сухроны. Вот, ну, сейчас такое, его надо обыграть как-то. А, что еще вот, самое такое вот изделие, видите, у нее чистый... Вот, как вот, иногда смотришь на изделие, да? Как бы, кажется, какая-то детская детскость какая-то. Как поделка. Да, как поделка, потому что вот у нее, например, вот это белое, у нее замес там, допустим, цветов 20. То есть он делает оттенки, намешивает и набирает, и получается, что как бы... Нет, у меня тут даже димний замес. Замес это намного проще. Здесь просто идет переход от светло-зеленого в полупрозрачный белый, из него потом в чисто белый, там с радужным блеском, например. Плюс еще там чередование бисерин. Знаете, на курсы приносят уже, и ученицы готовые изделия, говорят, оживи. А там что-то подогнет, тут изогнет, и получается, что вроде бы на изделии это было. Хотя вот, Светлана, а вот можно же взять, сейчас же технологии какие, взять и покрасить. Вот, есть такое прекрасное. Есть такой американский художник, Марио Револи, он берет бисерный, пусть белый, и потом из баллончика красит. И получается у нее, ну, вроде как бы тоже это и вкусно. Да, это можно, я, например, состою в группе в фейсбуке бисерных цветов и мастеров вот именно в этой технологии во французской. И там тоже они обсуждают, а какие краски там, кто какие использует, вот чтобы покрасить. Потому что это же намного более сложно сочетать, да, вот по бисеринке, чем взять, допустим, сделать белый цветок и покрасить его. Все белым сделать и покрасить его. Да, и потом ты не можешь узнать, как эта краска себя поведет. Это да. И поэтому я предпочитаю уж лучше помучиться. Конечно, конечно. Но зато эффект совершенно другой. Вот тоже такое направление есть, что вот красит бисер, да, вот, влюбил, и все. Просто сейчас все красит, я почему говорю, сейчас упрощают, упрощают технологии. У меня, то есть, нет такой задачи упрощать, то есть, упрощать это в коммерческих там целях можно. А у меня все-таки это художественные цели, мне хочется делать как можно красивее. А сейчас заходишь, то есть, ручное, как бы, более уже приближено, промышлено, ну, как бы, и не отличить иногда уже, что уже то ли это сделано ручным, то ли это, как бы, настамповано уже. Скажите, а Ваша коллекция, Витя, тоже это батик? Да, это батик ручной. Это журнальный шелк? Это просто на обычном шелке, не натуральный шелк, нет. Не натуральный? Нет, нет, нет. Но на нем нарисовано? Да, конечно. На самом обыкновенном крепе, вот самый дешевый креп. То есть, на любом шелке можно? На любом шелке можно. Просто надо смотреть, какое там переплетение, иногда размывает больше, иногда забирает краску, надо пробовать просто. Ну, наши девочки достойно рисуют вот эти рисунки. Мы старались. Они прямо такие, я говорю, что... с какими-то таким внутренним содержанием, что вот так просто не пройдешь. Нет, так просто не пройдешь. Не пройдешь просто так. Чего я с ними занимаюсь и занимаюсь и занимаюсь. У них характер прямо вот чувствуется, они держат ребенок и держат свой шаг. Ау, Светлана, слушаю. А я же с ними договорилась. Ну, я сейчас, ладно, унесу тогда в гардероб. Хорошо. Все-все-все. Хорошо. Все. Одежда-то я сейчас повезу вещи в зале. А что, почему мне надо уносить? Нет, так все вещи-то я сейчас повезу. Одна девочка. Я почему-то отпустила всех. Чипа там, мне надо все... Продолжение следует...